Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я хочу поговорить о лазерной эпиляции. Что это такое? Оставить свой отзыв, так как в последнее время я ей только и пользуюсь. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Итак, что касается лазерной эпиляции. Очень часто меня спрашивают после моего выхода, как убирать усики над верхней губой. После выхода этого видео очень много комментариев, очень много спрашивают, не растут ли они снова гуще, больше и так далее. И насколько я знаю, после эпиляции вообще растут еще реже волосы, нежели если бы вы их брили. Я уже давно как бы ничего не брию, поэтому сложно ответить. Но я помню, что в детстве ходили такие вот вещи, что если побреешь ты, то растет гуще и больше. Что касается эпиляции, то наоборот. Эпиляция это же вырывается волосок полностью у нас, да, поэтому с луковицей вместе. И новый он растет такой. К сожалению, не могу посоветовать, не знаю такое. А то вообще будут редко волосы расти. Но да бог с ним. Я когда пробовала эту эпиляцию, мне она особо не нравилась, потому что она болючая. Ну, смотря в каких местах, да. То есть ноги у меня уже привыкшие, то есть ноги, верхнюю часть, то есть выше колена, я делаю эпиляцию восковую. Хожу в салоны или если нужно по-быстрому дома сделать, я делаю. У меня сверху очень-очень тоненькие волосы. Они не темные, они светленькие, пушочек, так как говорится. Но когда мы летом, на солнышке все это видно некрасиво, я это все убираю обычным воском. И они не стали у меня от этого темнее, они не стали у меня от этого больше и чаще расти. Что касается над верхней губой, пушечка, то же самое. Что касается лазерной эпиляции, я в последнее время пользуюсь лазерной эпиляцией. Мне это очень нравится. Конечно, это вещь дорогостоящая, но опять же, в последнее время я сравниваю, что это не так дорогостоящая, нежели эпиляция в салоне. Потому что, ну, сейчас я вам скажу, что я делаю лазерной эпиляцией. Я делаю лазерные подмышки, так как лазерная эпиляция берет только темные волоски. Видит, светлые волоски, к сожалению, она не убирает. Значит, подмышками эпиляция, глубокая классическая бикини и нижнюю часть ног. Что называется у нас? Голень, наверное. Или не голень? Ну, в общем, ниже колена. Не помню, как называется эта часть. Вот. И я делала все это лазерной эпиляцией. В Москве я нашла одно из дешевых салонов. Они раньше, видимо, работали по беглеону, у них остались эти скидки. Но меня рекомендовали туда все мои подруги, вообще знакомые, все делали там. У них стоило все это, что я вам сказала, да, подмышки, ноги ниже колена и классическое глубокое бикини. У них стоило 7 тысяч рублей. Каждый раз, когда я приходила, конечно, в этот салон, у них кто-то там на 500 рублей дорожало. Все это, но тем не менее, это было со скидкой. Без скидки это стоило еще дороже. Это дорого, я согласна. Я ходила и делала все это в Москве раз в месяц. Старалась, да, но иногда у меня обывал не получалось. Я делала это раз в полтора, в два месяца. Что касается цен, например, в Ростове-на-Дону, здесь уже бы я поспорила, насколько это дорого, потому что здесь мне предлагали 5 процедур. Вот все те же места, которые я вам сказала, да. 5 процедур за 7 тысяч рублей. То есть разделите это все. Это вообще копейки. Это даже дешевле, чем эпиляция, шугаринг и многое другое. Поэтому неизвестно. Нужно найти. Нужно найти хорошего мастера. Нужно попробовать для того, чтобы было все хорошо. Что касается по боли. Лазерная эпиляция, она, смотря кто делает и как делает, да. То есть мне делали, ну, она достаточно болючая, может быть, потому что там как бы сжигают, сжигают луковицу, да. То есть смысл там в том, что когда вы побрили волосы, да, они отросли у вас буквально там на 3 мм, 2-3 мм, вы идете делать лазерную эпиляцию. Вам на, то есть вот буквально вот такая вот часть кругленькая, да, небольшая, участочек, да, вам делают такие лучевые вспышки лазерные. И эти вспышки, они сжигают волос и сжигают луковицу. То есть чтобы она умерла. Чтобы она умерла полностью, нужно сделать несколько таких процедур. Я делала 7 раз эту процедуру. Достаточно болезненно. Если волосок, допустим, у вас, ну, как бы вы еще свежий, только пришли, то может быть первый раз, да. Еще зависит от регуляции. То есть мастер, хороший мастер, он должен поставить вам, ну, как бы температуру или мощность вот этой вспышки. Она должна быть определенной. То есть она по нарастающей должна идти. Бывают мастера, которые не очень хорошо этим владеют, да, они могут вам не рассчитать. И сжечь, например, да, будет такой ожог, который нужно будет потом лечить. Поэтому вам нужно пойти к мастеру, который будет все делать аккуратно. На определенном расстоянии, с определенной мощностью, подобранной под вас. Были моменты, когда это, ну, немножко болезненно. Я говорю, ой, болезненно. И она делает, например, реже. Ну, в общем, мастера знают. Вообще не болезненно. Я скажу, что это не больнее эпиляции, которая вот так вот выдирает волоски, да. И с каждым разом, естественно, когда волосок вообще уже совсем тонюсенький, и с каждым разом все это менее болезненно. Что рекомендует еще? Можно крем Эмла намазывать перед этим за 40 минут. Намазывать на участки, где вам больно. И, в принципе, она замораживает на какое-то время. За это время вам успеют сделать вот лазерную эпиляцию. Я этого не делала ни разу, этот крем. Все время забывала его делать. В общем, все выдерживало и нормально было. То есть я считаю, что эпиляция, например, воском намного больнее в области бикини. Намного больнее. Я один раз этого делала и больше туда не пошла. А насколько потом растут? То есть как мне делали, там был смысл в том, что, значит, вам сделали через три дня, то есть эти волосочки, они такие поженные, колючие, еще колючие, да, чем были. Три дня вы с ними ходите, потом через три дня вы их сбриваете. После этого вам нужно дождаться, пока кожа вытолкнет, вытолкнет эти волоски, эти корешки, которые там остались, сжженные, да. И это происходит еще где-то через недельку. Вы ждете, значит, оно выталкивает очень медленно все это через неделю, и вы сбриваете. После этого недели две-три вы просто, ну, как бы забываете о волосах. Лично так было у меня. Все, волосы не растут нигде, ни на ногах, ни нигде. После того, как они опять начинают расти, у нас такие все они растут, если растут, то они растут тонюсенькие, уже не везде, то есть частями растут. Через какое-то время, когда они подрастут, вы снова идете к своему мастеру, и он делает снова эту процедуру. Лучше все это делать, естественно, курсом, потому что кожа и волосы, они имеют такое свойство восстанавливаться. Если вы будете делать большие перерывы, то смысла в этом особого нет, потому что будет успевать восстанавливаться, и то, что вы делали до этого, получается, что зря только деньги выкинули. Сейчас у меня на ногах, в принципе, вообще практически не растут волосы. То есть у меня темных волос нет, если растут, то только белые пушочки внизу, хотя у меня достаточно темные волосы были на ногах, и достаточно жесткие, я брила их каждый день через день, летом особенно, и это бесило меня невозможно. Сейчас, то есть, ну вот я их побрила месяц назад, последний раз, больше месяца назад. У меня сейчас ножки гладенькие, и в принципе, ну, не нужно их не брить, ничего. То есть за 7 процедур у меня на ногах ушли волосы. Что касается подмышек, подмышки не ушли еще до конца, то есть с ними оказалось сложнее, видимо, но они не такие густые, допустим, волосы, как раньше звучит, так густые, такие, как будто там такие были гуще. Ну, по сравнению с тем, что было, они в два раза реже, и как-то медленнее растут, на мой взгляд. Просто сейчас я лазерную операцию, ну, перестала делать какое-то время, наверное, может быть, 3 месяца. И, ну, смотрю вообще, что происходит, и как мне дальше, дальше, что мне дальше делать с волосами. Что касается бикини, то классическое бикини уходит так же, так же, как и с подмышками, становится реже и так далее, то есть тоже до конца все еще не убралось. Что касается глубокого бикини, там все сложнее, потому что там такая гормональная зона, там волосы вообще очень долго уходят, уходит в два раза больше времени на то, чтобы глубокое бикини убрать. Вот. Что касается лазерной эпиляции. Надеюсь, я все сказала. В принципе, я довольна, довольна, правда, довольна лазерная. И вот я смотрю, что есть места, до которых, ну, как бы, нужно еще, и я буду еще ходить, тем более с такими ценами в Ростове можно вообще просто замечательно. Вот. Например, я бы усики, вот, который пушочек растет, над губой, да, я бы тоже с удовольствием брала лазером, но, к сожалению, у лазера нужны темные волосы. Я даже думала о том, чтобы покрасить в темный цвет, но я не спрашивала, будет ли он крашен, волос ловить. Вот это, кстати, интересно. Вот что касается лазерной эпиляции. Если у вас остались вопросы, мне кажется, я все озвучила по лазерной эпиляции, что могло бы быть интересно. Поэтому, если будут вопросы, вы пишите мне в комментариях. Если кому-то была полезная, интересная эта тема, ставьте лайк обязательно, чтобы я видела, что вам эта тема нравится, что такое подобное, снимать такие отзывы. И подписывайся на мой канал. Я буду рассказывать еще много интересного, что я пробовала, и оставлять свои комментарии по этому поводу. С вами была Селена Све, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!